У нас из официально признанных календарей около трех десятков на сегодняшний день. Наибольший интерес представляет, конечно, календарь Майя, который близок очень к календарю Марса. У них там три календаря было – гражданский, религиозный и светский. Самая такая была развитая система, но она была в принципе везде такая развитая. И когда, допустим, Петт Первый, они вводили якобы от рождения Христа, а 7000 – это как бы отстворение мира. У мусульман у них там 660-й, по-моему, год, начало календаря. Это вот когда Магомед появился в Мекке. То есть тоже такое событие у буддистов, там с Буддой связано. Ну и, кстати говоря, индийский, вот этот буддийский календарь, они близки к древнеправославному календарю. Древнеправославный календарь, вот 7000, сейчас вот 518-й год идет. Там же ведь не один раз вводили эти календари и, самое главное, меняли все время начала Нового года. То есть то весной, то, значит, осенью, то, значит, зимой. А вот эти все сдвиги, они были построены для того, чтобы потом потерялись эти дни. Потому что все переходы, они это… Поэтому вот реально 5502 года разница с нашим календарем. И с календарями очень много связано вещей. Вот, например, Масленица. У нас же Новолетие, оно вообще всегда начиналось с 21-го и 22-го июня. 21-го июня. Это день со состояния, наивысшая точка. Сейчас многие календари делают, значит, с дней равнодействия, но это неправильно. Природа меняет свой знак именно когда есть высокая точка состояния, а потом начинается опускание этой точки. И точно так же, как вот в декабре, высокая, низкая самая точка состояния, тоже происходит смена всех биологических процессов. В ней равнодействии там тоже наблюдается интересное явление, но не один день. То есть вы можете, например, в день равнодействия поставить яйцо на тупой конец, и оно не будет падать. Потому что день равнодействия. Но это всего лишь один день. А здесь происходит уже смена всех процессов. Поэтому очень важно начало года. И вот за три месяца. Дело в том, что у нас как бы условия резонанса – это сдвиг на 90 градусов. Колебания, когда происходят, да, вот фаза на 90 градусов, это четверть фактически круга, да, она вызывает резонанс. Если мы, Масленицу, значит, задумываем то, что должно у нас случиться в году, так, мы делаем это за 91 день. То есть это как раз и есть одна четверть года. У нас получается все как по маслу. В русском языке такое выражение, оно до сих пор общеупотребительное, оно как пословица, как поговорка. Потому что если мы не промаслим, не продумаем, что должно быть, ничего не будет. Любое событие, которое мы хотим, чтобы оно случилось, оно должно быть умаслено за три месяца. Если вы обратили внимание, у нас год в древе православном календаре начинается 21 июня, а в Григорианском – 1 января. Недалеко от точки 22 декабря, когда самая такая точка, она точно находится в противофазе. То есть фактически все, что наработали наши предки, мы вот этим Новым годом уничтожаем. Потом еще другой момент. Ведь наши предки жили по вежам и веждам. Вежа – это когда сутки, год, естественные циклы делятся на равные промежутки временные. Это называлось вежей. А вежда – это тоже равные промежутки времени, но они не целое количество раз укладываются в году. Ну, в году или в сутках. Вот. И у нас остались выражения «невежда», «невежа». А вот «вежда» и «вежа» уже нет. Потому что это связано с колдовством. Ну, правильно говорить, вообще колодовство. Но у нас многие слова поменяли свое произношение. Вот эти все вещи, они позволяли управлять обществом. Ведь смотрите, когда у нас были когда-то праздники. Там 1 мая, 23 февраля, 8 марта, 1 января, 31 декабря, 7 ноября. То есть они все были стабильны. И так 70 лет у нас, в общем-то, все было стабильно. Вот этот гироскоп временной, он крутился в нас стабильно. А незадолго до перестройки у нас стали выводить праздники разных специальностей. День учителя, день, значит, милиции, день торгового работника. Их было больше 20. Но самое интересное, они все были в первое воскресенье, второго месяца, в третью субботу, там, пятого месяца и так далее. Скачущие праздники. А что значит скачущие? Вот когда гироскоп... Гироскоп — это, значит, вращающееся колесо, вот как у велосипеда колесо. Его уже, когда оно разгонишь, его уже сложно повернуть, потому что оно держит плоскость вращения. Его, особенно если очень быстро едешь, не повернешь, он так и будет прямо ехать. А здесь начали то тормозить, то разгонять. А что такое торможение? Вот в сепараторе, сепаратор — это прибор для, вернее, механизм для получения сметаны, когда его раскручивают, там легкие частицы устремляются к центру и концентрируются в центре. А когда тормозишь его, картина меняется, легкие частицы устремляются к периферии, а тяжелые, наоборот, к центру. Вот когда начали выводить вот эти праздники, скачущие у нас гироскоп временной нашего общества, он стал тормозиться. И в результате тем, кому пору сидеть в тюрьме, которые вытеснены были из общества, они не устремились к центру. А те, которые должны нами управлять, они вытеснились на периферию. То есть это чисто физическое явление. Вот хороших людей просто сейчас в центре не может быть, если у нас скачущие праздники. У католичества, у них у всех скачущие праздники. В православии было четко так же, как сейчас в Японии еще сохранилось. Почему Япония до сих пор одна из развитых стран и самая устойчивая в экономическом и прочих отношениях. Хотя внутренние отношения, конечно, там, ну, как бы чудовищные, можно сказать. И тем не менее она, в общем-то, поражает своими результатами. Потому что там праздники все. Первый месяц – первый день. Второй месяц – второй день. Третий месяц – третий день. Это что? Это раскручивание гироскопа. У нас, вот в древней православии, происходило это раскручивание в течение многих тысячелетий. Этот гироскоп был неуязвимым. И его, тем не менее, смогли затормозить. Смогли все уничтожить. Если мы народу изменили календарь, мы ему подписали приговор на уничтожение. И, в принципе, у нас, в общем-то, даже судя по нашим всем этим делам, нам все время, например, вводят этот час. То зимний, то этот. Почему? Ну, потому что все вещи ведь происходят только в определенное время. А когда человек что-то не запомнил, что у него в этот час, в этот момент произошло что-то приятное, что он сделал, и у него получилось. Ему сдвигает все время это. У нас же сколько этих времен. Декретное, поясное. Там вот это зимнее, летнее время. Еще там какие-то. Там напридумывали столько всего. А есть местное время. Вы его сами можете определить. По, значит, самая маленькая тень. Кстати говоря, начало дня у нас, вот в древе православия, не в 12 часов ночи, а в 12 часов дня. Но 12 часов у нас где-то на час лишним сдвинуто в действительности. Вот, поэтому вот как раз маленькая самая тень, которую дает там палка какая-нибудь. Вот это как раз начало дня. Вот. И у нас и понятно, что с самой высокой точки начинается как бы день. И потом он заканчивается опять на самой высокой точке. И это правильно. Нельзя начинать в другое время. Потому что здесь все биологические циклы подчинены, понимаете, какая вещь. А мы пытаемся что-то придумать свое. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться. Аминь. 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 Аминь.